Северная Корея рано утром в пятницу запустила баллистическую ракету средней дальности. Она пролетела около 800 километров и упала в Японском море. Вскоре КНДР произвела запуск ещё одного снаряда. Он исчез с радаров южнокорейских военных на высоте 17 километров. Предполагается, что ракета взорвалась в воздухе. Власти Южной Кореи осудили действия Пхеньяна. «Запуск ракет Северной Кореи – это лобовая атака на резолюцию Совета безопасности ООН и серьёзная угроза меру и стабильности международного сообщества». Премьер-министр Японии также потребовал от КНДР воздержаться от подобных действий. «Мы выражаем решительный протест Северной Кореи. Правительство продолжит работу в тесном сотрудничестве с международным сообществом и будет реагировать решительно». Запуск ракет Северная Корея произвела в то время, когда Южная Корея и США проводят в регионе масштабные военные учения. Они начались 7 марта, и в тот же день КНДР заявила, что готова ответить предупредительным ядерным ударом в случае угрозы безопасности. Ситуация на корейском полуострове обострилась в начале года после того, как Пхеньян провёл четвёртое ядерное испытание. Спустя месяц Северная Корея запустила ракету дальнего радиуса действия, заявив, что она выведет на орбиту искусственный спутник. Однако правительства других стран предположили, что это испытание баллистической ракеты. Международное сообщество раскритиковало действия Пхеньяна. А Совет Безопасности ООН 2 марта ввёл новые санкции против КНДР. Считается, что они самые жёсткие за последние 20 лет. Принятые меры предусматривают запрет на импорт из КНДР ценных металлов, железной руды и угля. А экспортировать в эту страну запрещается авиатопливо и все виды вооружения. Кроме того, теперь проверяются все грузы, идущие в Северную Корею и обратно. Санкции против КНДР ввёл на этой неделе и Вашингтон. Теперь на территории США будут заморожены активы всех промышленных предприятий Северной Кореи. В то же время американским гражданам запрещается делать новые инвестиции в КНДР.